Депутаты Окружного парламента Следовательно, у граждан, представителей общественности есть возможность внести свои предложения в документ. Этим правом воспользовались представители общества инвалидов, так как в законе нет ни слова о льготном проезде людей с ограниченными возможностями здоровья. Это и стало основанием для рождения разговоров о том, что инвалидов лишили бесплатного проезда на общественном транспорте. Этот слух развеяли участники заседания. Исходя из этого, мы всё-таки предлагаем «Дополнить этот проект отсылочной статьёй следующего содержания». Оно получается 5.20. Такой текст. Инвалиды на соответствии, ну инвалиды на, то есть имеют тоже право, тут идёт дальше, следующая категория граждан. Двоедущая, да-да-да-да и 5.20. Инвалиды на соответствии с законом на вот такого числа о дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов в Минскому автономном округе. То есть лица, которые будут уже руководствоваться принятым законом, они будут видеть и инвалиды мало, но в соответствии с законом, который касается конкретно инвалидов. Проще говоря, разработчики закона проекта об изменениях условий предоставления социальной льготы на оплату проезда в автобусе не включили инвалидов в перечень категорий, для которых эта льгота сохраняется, потому что она гарантирована им другим окружным законом номер 63, который содержит в себе меры социальной поддержки для инвалидов. Впрочем, разработчики этот пробел могут устранить ко второму чтению закона проекта. По результатам рассмотрения проекта в первом чтении, в сохранении депутатов, по решению депутатов разработчику было рекомендовано дополнить уже закон, в частности, категория дети инвалидов, поскольку речь шла в первую очередь о категории из пункта 4.1, это дети до 18 лет и дети, обучающиеся в общеобразовательных организациях. Формально может иметь отсылочную норму и в 13-м возле, но это не отменяет прямого действия гарантии, предусмотренной 63-м окружным законом, имеющий тот же самый критический статус, который на данный момент гарантирует и сохраняет, не предусматривается у нас законопроектами изменения, как бесплатный проезд на общественном автомобильном транспорте для всех категорий инвалидов, в том числе для детей инвалидов, так и проезд на специализированном автомобиле. Вопросы по проезду в общественном транспорте возникли и у пенсионеров. О причинах сокращения социальной льготы этим категориям граждан рассказал первый заместитель руководителя департамента здравоохранения труда и социальной защиты населения Сергей Свиридов. Существует удвоение этой льготы, то есть эта льгота была в качестве бесплатного проезда и в качестве единорерной денежного выплаты, которую также получают отдельные категории граждан. То есть туда также входит годный проезд. То есть фактически он предоставлялся бесплатно, и плюс еще граждане за бесплатный проезд получали ежемесячно определенную сумму денег. То есть при расчетах, которые были продвинены в размере 20%, как раз учитывалось вот это ИДВ, что та ИДВ, которую сегодня граждане получают ежемесячно, они практически ежемесячно могут оплачивать проезд в размере 6 рублей без проблем. 758 – это минимальный размер. По другим категориям он намного больше, около 1000, и за 1000 выходит. И эта выплата туда входит в бесплатный проезд на общественном транспорте. И она сохраняется? Конечно, она остается. И если есть вопрос, то ее можно рассматривать на предмет соотношения стоимости проезда и этой суммы, которую вы плачете. То есть, грубо говоря, пенсионеры получают эту выплату, и сейчас предлагается им условие купить вот из этой выплаты билет и совершить поездку по своему назначению. То есть, существовала ситуация такая, что, получив бесплатный проезд в натуре, граждане еще получали из-за бесплатного проезда деньги, которые, в принципе, не реализовывали на бесплатный проезд. Определенные вопросы сокращения льготы на проезд вызвало и у многодетных семей. Большинство из них переживало, что сейчас они действительно не смогут ввозить детей и на секции, и в бассейн, что это достаточно трудоемко. И если посчитать, то на одну семью на транспорт придется в месяц выделить 2160 рублей. У законодателя на этот счет есть свое мнение. Я понимаю, что кто-то из детей старших классов учится в профильном классе, допустим, ездить с лесозавода в первую школу на физмат. Но ведь это выбор семьи, понимаете? Это выбор семьи. А за любой выбор сегодня мы должны нести ответственность. А так обязательно, скажем, в том же поселке лесозавод есть средняя школа, где детям никуда не надо ехать. Они вышли и приступили к обучению. Я слышала в нашем обсуждении, что вот поехать в бассейн ребенку, но мы забыли при этом, что у нас все дополнительное образование в округе, бесплатное, бесплатные учебники, бесплатное питание, самые беспрецедентные услуги по оказанию семейной политики на территории округа. Об этом мы не говорим. Справедливо отметить, что изменения в части предоставления социальной льготы на проезд связаны с необходимостью поддержки АТП. Сегодня это предприятие терпит убытки в размере 10 миллионов рублей. Что касается обращений, да, действительно, были ряда обращений, как Светлана Ручского, а вот последнее обращение 17 сентября, где кто-то также говорит, что автопредприятие, и это неоднократно неоднократно обращалось департамент СССР, департамент здравоохранения, когда они депутаты, управление благословительным милициям. Опять смотрели под отдельными категориями граждан, перейти на арбузскую помощь, наиболее уязвимую категорию. Но решения под данного вопроса принято не было. И так же снова просто пересматривайте льготы для отдельных категории граждан. Поэтому мы говорим, что да, сегодня мы пересматриваем эти льготы. Все предложения разработчики законопроекта приняли к сведению и учтут при принятии закона во втором чтении.